Телеканал Бобруйск-360 продолжает историю об участниках акции «Шашлычок». Речь в частности о том, как правоохранители вычислили всех и каждого. Казалось бы, как? Ведь главным атрибутом на фотоотчетах в экстремистских пабликах была именно маска. Этакая гарантия анонимности и безопасности. На деле же все очень просто. Друг друга выдали не глаза, а недавние товарищи. В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами был установлен ряд лиц, которые принимали участие в так называемой акции «Шашлычок». Исходя из сложившейся практики и оперативной этики, формы метода работы не афишируются и очень редко освещаются в средствах массовой информации. Однако данные лица вышли за рамки человеческого облика и восприятия. Многие из них выехали за рубеж и осуществляют деятельность, направленную на дестабилизацию общественной обстановки в Республике Беларусь. Поэтому мы имеем полное моральное право сообщить о том, что практически все участники акции «Шашлычок» дали добровольное согласие оказывать содействие правоохранительным органам и предоставляли сведения в отношении своих, в кавычках, «товарищей» без каких-либо зазрений совести. Например, Евгений Гаврилян поклялся любви к Родине и дал добровольное согласие на содействие выявлению преступлений и правонарушений на территории города Беларусь. Он не только рассказал обо всех участниках, которые принимали участие в акции «Шашлычок», но изложил это все собственноручно, на бумаге, рукой не дрогнула. И такие подписки об оказании содействия правоохранительным органам написали практически все участники мероприятия «Шашлычок». Это и многодетная мать Ирина Сурыгина, которая, кстати, получила льготную квартиру от государства, и водитель такси Юлия Загришева, и девушка, которая постоянно находится в поиске лучшей жизни Екатерина Бородаева. Пока страх не разлучит, отдельного внимания заслуживает влюбленная пара в лице Елены Стригуновой, которая сейчас живет в Польше и работает обычным продавцом, и Андрея Синицы, героя наших прошлых сюжетов. Как оказалось, перед лицом закона и влюбленные равны. Видать, поэтому, когда Елена почувствовала опасность, долго ждать не стала. Сдала суженного с потрохами. Андрей Синица, в свою очередь, в долгу не остался. В отместку поделился со всем миром откровенными фотоподруги. Любовь зла, что тут еще скажешь. Хотя тема предательства давно актуальна у беглых, взаимное обвинение в воровстве, пропаже денег, тайные счета. Рыба, как известно, гниет с головы. А ведь в массы доносилась информация о том, что оппозиция не бросает своих, ставит интересы сторонников выше собственной безопасности, гарантирует безнаказанность и анонимность, и уж тем более не оставляет людей ради заграничных плюшек. Однако обещания рассеялись, как туман. Оказавшись в сложной ситуации, беглые проявляют свою истинную сущность и передают своих родных и близких, и, что немаловажно, свою родину. Правоохранители продолжают выявлять участников деструктивных сообществ. Работа идет по всей стране и не прекращается ни на минуту. Виновные понесут заслуженное наказание.